Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко. Это мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня не просто рецепт десерта. Сегодня сразу несколько рецептов в одном небольшом. Во-первых, это будет очень вкусный крем, который вкусен сам по себе, который можно есть просто со свежими ягодами, которые можно использовать для тортов и пирожных. Потом этот крем станет составляющей пудинга, чизкейка, ленивого чизкейка, который в свою очередь можно сделать в большой форме, а можно порционно. И тут получается еще один рецепт трайфлы. В общем, сейчас все покажу, расскажу, следите за руками. Поехали! Первым делом готовим заварной крем-патиссиер. Нам нужны желтки. В небольшой сотейник заливаем молоко и ставим на огонь, на средний огонь, чтобы довести до кипения. Почти до кипения. Кипеть молоко ни в коем случае не должно. Вот как только-только начнет подкипать, с плиты снимаем. Пока молоко нагревается, возвращаемся к желткам. Немного их венчиком перемешиваем, добавляем сахар и продолжаем взбивать, перетирать до светлой кремовой массы. Прям вот хорошенько вот так вот работаем венчиком. Если руками боитесь не справиться, берите миксер. Такая получилась светло-желтая кремовая масса. Добавляем туда кукурузный крахмал и сначала аккуратно вмешиваем, а потом также подвзбиваем до однородности. Молоко к этому времени начинает подкипать. Снимаем с огня и тонкой струйкой, не переставая работать венчиком, вводим совсем небольшую часть в желтки, постоянно мешая, чтобы желтки не сварились. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть тонкой струйкой вводим все молоко, постоянно работая венчиком. Повторюсь, чтобы не получился омлет. Здесь в этом креме обязательно должна быть ваниль. Можно добавить ванильный экстракт или пасту, можно часть сахара заменить ванильным, можно использовать и сам стручок, но тогда лучше разрезать его, извлечь семена и все это отправить вместе с молоком на плиту. Если стручок его из сотейника извлекаем и возвращаем туда смешанную ванильно-яично-молочную жидкость, ставим на средний огонь и постоянно работая венчиком необходимо довести жидкость до загустений и до таких первых пыхов. Как только это произошло, огонь убавляем до минимума и продолжая интенсивно работать венчиком, прям вот как можем. Опять же, можете взять ручной миксер. После вот этого первого пыха необходимо, мешая, уваривать крем ровно две минуты. Венчиком поработать придется, чтобы там ничего ни к стенкам, ни к дну не пригорало. Затем снимаем с огня и добавляем небольшие кусочки охлажденного сливочного масла, также тщательно венчиком все вмешиваем. Еще немного мешая, остужаем, не оставляйте, иначе образуется такая заветренная корочка сверху. Берем какую-нибудь неглубокую форму, противень, застилаем пищевой пленкой и выливаем крем туда. Накрываем этой же пленкой до контакта, обязательно до контакта. Даем остыть при комнатной температуре и затем убираем в холодильник полностью охладиться и подзастыть. Клубнику, я буду использовать именно клубнику, также нужно подготовить заранее. Но, кстати, вы можете использовать и любую другую ягоду. И вообще этот рецепт очень похож на рецепт бананового пудинга, можете делать и с бананами. В общем, клубнику освобождаем от плодоножек, от всех этих зеленых частей, крупную нарезаем на четвертинки и даже можно на восемь частей, мелкую пополам. Все это складываем в какой-нибудь контейнер или глубокую емкость. Я использую вот такой вот стеклянный контейнер. Загрузив в него клубнику, сверху добавляю немного сахарной пудры, для еще более интересного, где-то даже экзотического вкуса и аромата тру туда цедру лайма. Беру только самую верхнюю зеленую часть. Можете использовать какие-нибудь другие цитрусовые, лимон, апельсин. Натираем цедру и выжимаем весь сок. Аккуратно, чтобы косточки в дело не пошли. Туда же добавляем немного ванильного экстракта или пасты. И еще вкуснее, ну как мне кажется, этот десерт сделает капелька, ну ладно, не совсем капелька, куантро. Можно использовать какой-нибудь другой ароматный алкоголь, можно алкоголь вообще не использовать. Возьмите, например, апельсиновый свежевыжатый сок. Закрываем контейнер и вот так вот хорошенечко его волтузим, перемешивая все это. Теперь клубнике нужно дать постоять в холодильнике. Она должна немного настояться, подмариноваться, так сказать. Вот как раз пока крем охлаждается, застывает. Клубника тоже эти несколько часов должна провести в холодильнике. Кроме того, там как раз появится такой нужный сироп-сок, который тоже пойдет в дело. Кстати, это тоже можно рассматривать как отдельный рецепт. Такая замаринованная в алкоголе клубника, очень вкусный, освежающий и легкий летний десерт и немного хулиганистый пьяный. Итак, клубника замариновалась, заварной крем-патисьер тоже охладился, застыл. Видите, прям такой плотный получился. Готовим крем-чиз. Для этого нужен сливочный сыр. Я беру легкий, облегченный, не сильно жирный. Помещаю его в чашу для взбивания, туда же добавляю немного сахарной пудры и немного ванильного экстракта. Видите, везде у нас ванильный экстракт, ну он здесь прям кстати, определенно кстати. И туда же добавляем немного сливок и миксером все это хорошенько перемешиваем, разбиваем, смешиваем до полной однородности, чтобы не осталось комочков сливочного сыра. Добавляем охлажденный заварной крем-патисьер и миксером также все это взбиваем, смешиваем в абсолютно однородный гладкий крем. В принципе, его можно было бы использовать уже вот так. Это очень вкусно, знаете, по вкусу напоминает какую-то такую легкую, очень вкусную ванильную сгущенку. Но мне кажется, что вот в этом состоянии крем немного плотноват. Для коржей, может быть, он и подойдет, а вот чтобы есть его в таком десерте, как сегодня, мне кажется, нужно сделать его более воздушным. Поэтому я добавляю туда взбитые сливки. Беру очень холодные жирные сливки и быстро взбиваю их венчиком руками. Это делается достаточно просто, если сливки свежие, холодные. Взбиваем сливки в стойкий крем, но не перевзбейте, чтобы не получилось сливочное масло. И вот эти взбитые сливки, нежные, воздушные, вводим в крем в два этапа. Сначала добавляем половину, вмешиваем, затем добавляем оставшееся количество и также тщательно вмешиваем. Получается очень нежный, очень вкусный, сбалансированный, не сильно сладкий сливочно-заварной крем-чиз. Перед использованием, если, например, будете использовать для коржей, его можно немного охладить, так работать с ним будет проще. Если собираетесь делать сегодняшний десерт, можно использовать сразу. Также для этого десерта хорошо бы использовать какое-нибудь не сильно сладкое печенье или сладкие крекеры. Можно использовать и кусочки бисквита, но с печеньем мне нравится больше. Я использую крекеры покупные. Если вдруг не нашли, можете приготовить, опять же, ванильное печенье, как для бананового пудинга, оно здесь идеально подойдет. Вот я беру вот такую, такую же, кстати, как и для бананового пудинга, форму, но можно использовать, как я сказал, порционные стеклянные формочки, какие-нибудь красивые стаканчики. Дно покрываем кремом, используя чуть больше трети. Сверху на крем печенье не совсем прям пылью, а такими мелкими кусочками, ну, какие-то кусочки чуть крупнее. Достаем из холодильника настоявшуюся клубнику и выкладываем ее на печенье. На этот слой выкладываем где-то половину, равномерно распределяя, какие-то пробелы как раз вот сиропом тоже забрызгиваем, заливаем. Распределили клубнику и сверху еще один слой крема. Все точно так же, сверху крошим печенье, прям вот местами можно совсем в крошку, но все-таки кусочки оставляйте, когда печенье чувствуется так вкуснее. И сверху снова клубника, распределяем уже красиво, максимально красиво раскладываем и сверху все заливаем этим оставшимся маринадом-сиропом. Сироп тоже у вас должен примерно равномерно уйти и на нижний слой, и на верхний, чтобы не все сверху там замочить. Теперь хорошо бы, ну, буквально на часок парочку отправить в холодильник, чтобы это все там немного отстоялось, но совсем долго в холодильнике лучше не держать, чтобы все-таки сохранилась свежесть, вот такая какая-то весенне-летняя в этом десерте. Что касается украшения десерта сверху, здесь уже руководствуйтесь собственной фантазией. Я вот так вот сверху отсаживаю немного оставшегося крема, рву листики мяты прям мелко, ну, какие-то мелкие использую целиком, какую-нибудь красивую половинку клубники или несколько, и чтобы подчеркнуть, что там есть лайм, я беру маленькие симпатичные киллаймы и вот дольками их вот так вот туда тоже нарезаю, выкладываю. Из оставшегося крема я сделаю два трайфла, на дно немного крема, снова печенье покрошенное, немного клубники, снова крем, снова печенье, снова клубника, и вот, собственно, стаканчик весь и заполнился. Такой получается аппетитный красивый трайфл, где сквозь прозрачное стекло видно все слои, и также видно, как печенье местами пропиталось, местами осталось хрустящими крошками, в общем, это будет очень вкусно. Даже жалко запускать туда ложку, но нужно, и лучше всего, удобнее всего, этот десерт накладывать с помощью ложки для мороженого, и накладываем какие-нибудь розетки, креманки, небольшие формочки, в общем, практически как мороженое или как тот же самый банановый пудинг. Накладываем вот так вот горкой, украшаем чем-нибудь по вкусу и наслаждаемся. Я немного увлекся, накладывая, получилась такая горка аппетитная, но, вы знаете, от этой горки ничего не останется. Ну, и в конце концов, зря я, что ли, сегодня с утра 10 километров бегал. Как же это аппетитно, как это по-летнему пахнет мятой, лаймом, клубникой, ванилью. Срочно нужно запускать туда ложку, чтобы сразу все-все-все. Это божественно вкусно, это невероятно. Если вы любите заварной крем, если вы любите чизкейк, если вы любите клубнику, то это десерт определенно для вас. Как это вкусно, и как это нежно. Печенье почти все стало мягким и только лишь небольшие такие кусочки остались хрустящим, и это здесь очень-очень кстати. Клубника так идеально сочетается с вот этим сливочно-сырным заварным кремом. И, надо сказать, алкогольную сама крепость ушла. Остался только такой очень богатый, очень деликатный вкус. Ну, остановиться здесь просто невозможно. Ну и, друзья, не нужно. Ну, я думаю, что вы все уже поняли, да? Срочно! Всем надо! Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки, чтобы на канале быстрее появился следующий видеорецепт. Обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте, и приходите обязательно на влоговый канал, там мы сейчас каждый день встречаемся, тоже готовим, тоже вкусно пробуем, и вообще весело и дружно живем. В общем, добро пожаловать и туда тоже! Всем желаю отличного, весеннего, позитивного настроения! С вами был Саша. Кукин тайм. Пока-пока! Мы решили вот прям так, из большой формы. Как видите, заканчивается очень быстро, он буквально вот-вот был приготовлен. Мы решили дегустировать, потому что, как известно, большому куску и рот радуется. Вот мы радуемся!